всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду вчера в магазине купил просто обалденный кусок подчеревка одни мясные прожилки сала почти нет правильнее было сказать что там прожилки сала имеются решил будет сегодня праздник для желудка ну согласитесь грех такой кусман просто готовить там сыровяренным или варен копченым способом сразу же засолил самым простым способом в посудину обычную поваренную соль холодную воду ничего не размешивал само все разойдется и а вспорил холодильник по пленку на сутки и сегодня запеку на углях этот отличный кусок но сначала надо подготовить на теку шкуркой сеточкой чтобы даже то небольшое количество сала под кожей что есть легче вытапливалась ну теперь надо смешать черный перец зиру соль и розмарин интерес этой ароматной смесь укусман со всех сторон особое внимание уделяю шкурки и надрезом чтоб сало все пропитывалось всеми вкусами ароматами потом это ароматная сало стекала по куску роботизируя его весь остается насадить на крюк и можно запекать вот в таком виде делать я это буду на непрямом жару жар не прямо потому что вот эта чаша отсекает его от куска мяса сюда железяку и на нее подвешу кусок нет плохо касается решетки по-другому сделать это сюда вот это вот сюда другое дело а для контроля температуры буду использовать термометр с щупами с несколькими щупами один в мясо второй в нижнюю часть третий сбоку все процесс пошел завершится он тогда когда температура внутри куска достигнет 86 88 градусов можно меньше можно больше на ваш вкус мне именно такая нравится я пока займу соусом это под крышкой 1 2 3 соответственно в куске мяса в нижней и верхней части мяса да сразу не сказал термометр китайский купил его на алиэкспрессе сейчас вообще все по моему в китае делается и на алиэкспресс продается есть не забуду ссылочку в описании под роликом оставлю для интересующихся для соуса понадобится поджарить сладкий перец и лук и чеснок соус которая готова это по мотивник перуанского соуса уан кайна впервые с этим соусом готовит картошку ну а так как у меня сегодня не оригинальный то я в нем пасту приготовлю все можно жарить как я уже сказал буду делать это на оливковом масле теоретически конечно овощи можно было бы и на углях запечь но на сковороде быстрее обжаривать надо на среднем огне примерно 10-15 минут ну так чтобы овощи стали мягкими готовы пожалуй переложить все в блендер не обязательно так не пользоваться можно все в хлам и погружным разбить кому как удобнее сюда сразу еще сливок домашнего сыра ну этот творог по сути только не кислый немного хлеба соли и ну и пожужжать соус почти готов его нужно будет еще прогреть до кипения но это позже когда мясо уже будет готово пора заниматься гарниром соус в широкую кастрюльку и надо довести до кипения при помешивании естественно и вот как только закипит сразу не укладу пасту если слишком густой можно воды добавить и не забудьте попробовать может соли надо еще то есть паста у нас будет готовиться непосредственно в этом соусе этим временем натираю сыр для такого случая разорился настоящий пармезан как только паста достигнет состоянии аль денте то есть на зубок сразу включаю нагрев она прекрасно дойдет сама по себе в запасенном тепле соус и горячий только сыр еще не забыть добавить все паста соусе практически готова нужно идти за мясом отлично можно отрезкать симпатично выглядит верно а соус у меня густоват вы смотрите по своей на пасте потому что разная паста разные макароны по разному берут воду поэтому я не буду указывать сколько воды в этот соус добавлял потому что для одной пасты нужно одно количество для другой другое просто когда готовить помешиваете сразу понемножечку подливаете прямо по виду как получится свежий вообще мало войдет возьмет воды начну я с мяса виде какой сочная правда ну-ка вот этот кусманчик обязательно с хрустящей шкуркой и сочным мясом с дымком насчет перца и пряностей она пряная острая слоновата это конечно заслуга этого труба уже мяса много жира мало но он есть он вытапливался он пропитывался эти кусочки классно и дымное кольцо тоже видели да то что оно подкоптилось а теперь попастье ну-ка навернуть свернуть такой рулончик плохо мне сворачивается на контрасте получается такая острое такое мясо острое солоноватая пряная дымная и такая классная сладковатая за счет сливок с очень тонким ароматом печеного перца классная паста прямо суперское сочетание эти такой контраст яркости и мягкости такой такой силой мощи такой и такой как на бархатных лапках козенок проходит прям супер слушайте готовьте такую штуку я понимаю что не у всех есть возможность подкоптить но в конце концов даже без копчения может в духовке так вот приготовить примерно на при 180 градусах запечь до нужной температуры если уж очень хочется дыма но в конце концов ну заверните немножечко опилок в фольгу положите пакетик с фольгой надо духовке ну конечно будет пахнуть квартире короче готовьте наслаждайтесь огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки за репосты еще раз напоминаю это не оригинальный соус в оригинальном нет сыра короче там перед специфический желтый исключительно используется перуанский какой у меня был но всем это очень вкусно всем спасибо всем пока я ищем из ка